сейчас приходится прерывать чаще видео переснимаю иногда туристов много вверх подымается у нас соседи здесь закончили с апартаментами у них там проблемы были с бассейном просто огромный вот они закончили был у них друг от сына профессионал по фотографии там по съемкам парень отлично действительно сделал классно и дронов снимал территорию и дом ну кроме того что внутри еще естественно снимали классно вышло естественно в живу мне даже еще лучше больше нравится ну вот желаем удачи люди как раз начали ой простите отделку переделку как раз во время всяких там болячек известных ой моросить дождик приятно и только вот сейчас закончили плюс это вот обман с бассейном что хотела сказать как раз по туризму у нас тоже своеобразные рекорды вот если я про жару рассказала что это было невыносимо вдвойне невыносимо это было сегодня выглядело все в городе у нас я говорю именно за цреквеницу смотрю просто думаю машина но я буду ага да те же самые возвращаются кстати на машине думала сосед но он проехал обычно так быстро не возвращается сверху просто прервала ролик а я знаете что иногда бывает но это ладно на маленькой машине фигня на камперах часто бывает остается ночью спать машинах у нас . так сказать всем известное есть в лесочке ну в легковушках в этих дорожных а эти наверно просто заплутали потому что у нас много таких маленьких улочек и туристы часто их не туда уводит но да ладно что хотела по туризму то конкретно я вот прям по факту вот знаете то что действительно у нас не найти место то что у нас все битком то что у нас очень многом в этом году какой-то ну просто бум несмотря на возможно цены кто то есть они просто очень многие блогеров смотрела страницы разные а про воду кстати в прошлом ролике говорила вот что я хотела еще то дополнить то что у нас реквеницы даже элементарных души нет это вот знаете за моим взаимосвязано поэтому я сейчас вспомнила нет душа потому что в городе проблемы были с этой консессии на пляж разборки а представьте на крыльке прям бесконечно вот ты можешь свободно на многих пляже вот не только как где кампусы но и обычный пляж и там бесплатный душ для меня это просто вообще невероятно и супер классно но некоторые люди сказали вот что туристы могут встать и просто тупо мыться не просто сполоснуться после моря а стать чаще это все-таки холодная вода потому что она нагревается как бы моментально но на короткий срок и людей моются и купаются и полощется детям если скучно они там плещутся ну как бы воду растрачивают ненормально вот это вот разница словения и хорватии но да ладно ладно что есть хотя бы эта услуга а вот и солнце выходит из облаков так вот сегодня мы приезжаем в город мы все закончили все сделали я говорю давай к нам уже по пути поехали в магазин у меня было предположение что будет битком парковка но место вот я здесь но живу достаточно долго на море и парковку на которую мы хотели в консуме съездить это достаточно большой центр торговый ну для нашего места это не огромное это не что-то такое прям сверхъестественное это большой двухэтажный магазин и когда у меня была позапрошлом году подруга я как раз и это место советовала где можно ставить машину искупаться вернуться забрать хоть садить магазин ну так мы сделали два раза ли сколько мы были вместе три в общем-то и уехать и мы приезжаем значит подъезжаем к этому центру мы просто не можем въехать внутрь мы поехали не на тот этаж где мы обычно были на второй о нет на наоборот в минус первый этаж поехали и он тоже битком просто невозможно найти место не стали кружить потому что ну мы предположили что большинство машин все-таки для пляжа это туристы которые оставили тачки которые поняли где они могут в общем то оставить машину бесплатно но и вообще найти парковку но смысл такой что там по-любому покупателей многое в этом господи в магазине мы вы долго остались но там не знаю на кассе бы торчали сейчас мне так кажется потому что там действительно очень густо вот в конзами у нас возле море и в итоге я говорю давай попробуем в лидо в лидо мы даже не смогли въехать мы с дороги просто сделали круг развернулись один мужик там нам трубил из загреба типа такой умный фондов что он найдет место все машины прям массовно выезжают ну на возврат идут и а в итоге естественно мы ну я говорю что будем делать хотели вообще объезжать по трассе там как бы над через мост на цриквеницей кто знает город но в итоге не поехали в город была большая колонна достаточно прям ждали еще раз прервала видео спускалась как раз машина я не узнала из словении вот наша подруга и от сестры в эти дети эти дети она говорит также были в цриквенице сегодня они сбежали просто убежали они на она обожает в цриквенице идти на пляже но она просто не выдержал потому что там и с парковкой нехорошо и на пляжах просто за битком что хотела сказать но вот сейчас они едут куда-нибудь в ресторан поесть но желаю им удачи скорее всего где-то на платной они найдут место возможно муж поехал но у нас точка продажи тоже говорит там пришлось прям вот и скомбинировать до максимума чтобы вообще можно было как-то машину оставить потому что люди которые работают на каких-то своих местах им просто невозможно пробиться до своего места работы кстати что вот у нас да мы значит выезжали из триквеницы в колонне потом вроде так быстро пошло дело и мы въехали в новый надольский говорю давай сейчас по порядку пробовать вот буквально мы были 10 дней назад можно сказать свободно там ходила я все пока муж в новом был с дочкой и сестрой двоюродной в этот раз лидл полностью забит едем говорю в плодины посмотрим полностью парковка плодины правда потом по моему три места я видела освободилась или два но как мы подъехали критично стать негде говорю давай попробуем следующий магазин томми и там только возле уже такого места где вот бутылки сдают и и рабочие машины подъезжает было место одну представьте себе вот это вообще просто мы два города объехали можно давать давай в шпар я нет уже точно не в шпар потому что во первых он единственный между двух городов более-менее большой по цене нормальные вот туда толпа поехала кстати по цене были мы в этом в итоге мы зашли в томе короткой в плодины некоторые вещи подняли я понимаю почему подымают цену потому что туризм вот как ни крути в любом случае знаю что нет на некоторые вещи не связано вообще с никакими событиями ничем туризм как всегда вот каждое лето когда навал людей все автоматически цена вверх но мы сегодня нашли достаточно хорошие продукты достаточно хорошей цене но можно так сказать старой цене еще каких-то там добрых старых времен и это конечно же порадовала и выбор конечно же хороший все нормально фрукты и овощи можно сказать даже хорошие цены реально хороший причем ты можешь выбрать подешевле там например помидоры позеленее день 3-4 вида наверное или ты можешь взять 5 куна например на килограмм дороже но сочные прям красный ядреные такие хорошие помидоры перец красный был что прям совсем дешево но это в пределах двух евро я говорю там максимум какой-то именно за лучший товар ну вот такие вот дела в общем мы сейчас будем ездить скорее всего именно вот в сельцы потому что дочка любит это место она да вот парковка кстати вообще вот сейчас сказала сельцы вспомнила был видео не в группе одной люди переписывались но хорваты матюки такие математики на матюках машины оставляют и перед входом вы знаете куда у человека въезд вот просто вход в дом понимаете или это его место въезд во двор гараж там в любом случае стоит знак и запрещено парковаться паркуются не только на том месте но паркуется в двух направлениях например приехали какие-то знакомые друзья не вместе они встают естественно эту машину но в любом случае когда ты даешь заявку его возит этот эвакуатор ну паук по-хорватски паук мат на месте мотоциклов и скутеров въезжает машина занимает например место ну и так далее в общем вот этот вот стресс вот этот дурдом это это конечно страшно если сравнивать но понятно уже прошла неделя но все же думаю что вот если брать карк и более такие уклоненные от супер супер цивилизации места причем это не то что ты днями будешь добираться до цивилизации ну например полчаса езды вот кто на машине у кого есть возможность это реально лучше какой-нибудь кампус как мы были или удаленная какая-то бухта потому что по-другому это вот стресс на берегу толпа везде толпа но вот мы будем ездить значит поскольку у нас . работы более-менее место какое-то возможно найти встать причем мы будем ездить так к вечеру можно после 6 даже там может быть к 7 посмотрим и уже более-менее народ рассасывается ему море приятность солнце не печет ну потому что у нас не думаю что будет похолодание сильно сильные изменения все-таки будут еще будут еще жаркие дни но это вот так вот коротко по хорватии очень много вестей новостей их хотела заснять рассказать летают наверху эти жуки такие майские или как они называются рогатые редкие защищенные здесь дочка вчера испугалась так странно что они в это время летают обычно мне кажется раньше их наезд так вот буду снимать еще вести новости выставлять ролики как успею а кто в хорватию едет надо запасаться вот терпением потому что это это и отдых и стресс стресс в одном теперь